Это было в 1913 году. Семья Домбровских с 4-летним Юрочкой гостила у родных в Самаре. Однажды, придя с прогулки в парке, няня рассказала маме мальчика об истории, произошедшей с ними на прогулке. А дело было так. Одной семейной паре очень понравился вязный беретик с помпоном на голове Юрочки. И они спросили у мальчика, сколько же этот беретик стоит? На что, серьезно насупившись, мальчик неожиданно ответил – миллион. А когда мама спросила Юрочку, зачем же он так ответил, Юра признался – я боялся, что они у меня его купят. Есть дни, они кипят, бегут, как водопад весной. Есть дни, они тихи, как пруд под старой сосной. Вода в пруду тишка, темна, безлюдье, сон и тишь. Лишь желтой рязки пелена, да сказочный камыш. В самом конце 1918 года семья Домбровских перебралась из Москвы в Самару, где жили родители Лидии Алексеевны, урожденной Карайневой. Окончив высшие женские курсы в Москве, она стала женой известного в будущем адвоката, которому теперь нужно было прятаться от большевиков. В Самаре Иосиф Домбровский, разумеется, скрывший, что еще совсем недавно он был членом партии СССР, получил должность председателя обл. кооперации. Тесть и теща беглеца и его домочадцев, разумеется, потеснились, приютив их у себя. Но стремительно нараставшее безденежье давало о себе знать недомолвки, упреки. А потом на семью свалилась и другая беда, гораздо более страшная. Да, беда не заставила себя ждать. У Иосифа Домбровского обнаружили рак горла. И 17 марта 1920 года он скончался и был похоронен на Самарском еврейском кладбище. А всего через несколько дней его жена отправила в Москву фотографическую карточку с написанными на обратной стороне строчками из Лермонтова. Меня могила не страшит. В ней, говорят, страда не спит в холодной, мрачной тишине. Но с жизнью жаль расстаться мне. После смерти отца и мужа положение вчерашних москвичей продолжало усугубляться. Средств на жизнь не было, никаких перспектив тоже. Поэтому, получив в это время спасительную весточку из Москвы, что для них забронирована квартира в национализированном доходном доме, Лидия Алексеевна с радостью ухватилась за нее. И быстро, собрав пожитки, укатилась с детьми в Москву. В 1920 году будущему писателю Юрию Домбровскому было 11 лет. Он родился в мае 1909. Пройдут годы, и он вспомнит эти полтора года в Самаре, на Волге. Вспомнит и расскажет о них в своих произведениях. Об одном из них мы тоже расскажем вам, но чуть позже. В главной диалоге Домбровского Самара присутствует и в той, и в другой книге. Ну и вот относительно недавно появился, как бы оформился последний на данный момент роман Домбровского «Рождение мыши», роман в новеллах и рассказах. Очень интересный роман, где описывается история первой любви. История первой любви, как можно понять, самого Домбровского. И эта первая любовь с ним произошла на самарских дачах, которые располагались, насколько можно понять, где-то вот в районе Московского шоссе, ну вот от парка Гагарина до Новосадовой. Где-то вот в этих местах были дачи. Там была дача Крайневых. Там, кстати, и бабушка достаточно подробно описывается, и дедушка, и дядя. То есть вот вся эта семья. На старую дачу, на ней еще висела жестянка общества Саламандра, приехала новая дачница. Мы, ребята, увидели ее вечером, когда она выходила из купальни. За ней бежала маленькая черная злая собачонка с выпученными глазами. А в руках у дачницы был розовый зонтик от солнца с ручкой из мутного янтаря. Проходя мимо нас, дачница улыбнулась и сказала. Здравствуйте, ребята. Мы смятенно промолчали. Тогда дачница дотронулась до зонтика, и он вспорхнул над нею, как розовая птица. Я ахнул, собачка залаяла, но дачница сказала ей, фу, альма. Тогда собачка замолчала, и так они и ушли. Хозяйка была голубоглаза, белокура и прекрасна, а собачонка безобразна, как жаба. Случилось это в 1925 году, примерно в 10 верстах от Самары в Большом Яблоневом саду, возле пруда, где стояла неизвестно кем и когда сбитая из еловых досок серо-серебристая купальня. Над этим местом всегда кричали птицы и носились большие черно-синие стрекозы с огромными шарами глаз и клеенчатыми желтыми крыльями. А какие в этих прудах водились лягушки, сделанные из совершенно новенького зеленого целлюлоида? Каких мы здесь ловили ящериц? Мы – это двое парней и двое девчонок, которые приходились нам двоюродными сестрами и учились на класс выше. Мы любили это место, которое называлось по-разному. Дубки, Головановские сады, Нагелевский лес, дача 12-го года в память о победе над Наполеоном. В зависимости от того, о каком уголке этого милого края шла речь. Например, взрослые ходили танцевать на дачу 12-го года, а мы купались в Головановских прудах. Вообще, все в этом яблоневом саду возникало за зиму как бы само и неизвестно откуда. Даже происхождение сада и то терялось где-то в незапамятной давности. Просто не то лет 50, не то лет 70 назад приехали сюда откуда-то люди, вскопали, очевидно, вручную лопатами желтоватую суглинистую землю, изрезали сепь участками точно ровно по веревочке, настроили лубяные домики с узорчатыми водостоками из листового железа, смешными петушками и тифлюшками. А когда все это сделали, то насадили этот чудесный яблоневый сад. Так он и возникал среди колючей степи, как неожиданная прихоть природы, маленькое прекрасное чудо ее. Идешь по степи, все пыль да пыль, и вдруг ты поднялся на холм, и сразу же перед тобой розовое облако, яблони, вишни, груши и еще какие-то деревья и кусты со сладким ванильным запахом. И хотя в этом саду было тенисто, а в густом вишеньке, который почему-то никто не прорубал, и поэтому он еще больше разрастался и хорошел даже сыровато, жара здесь стояла сухая, степная, изматывающая. Поэтому большую часть времени мы проводили возле пруда. Но мы были не в купальне, нет. Купальню выстроили взрослые для каких-то не совсем понятных нам своих взрослых целей. Мы же возились на берегу под ветлами, возле обрыва в глинистой пещере или на мазках, с которых было прекрасно прыгать в воду и показывать, где тебе с головой, а где с ручками. А еще мы были учеными людьми и собирали коллекции, для которых ловили бабочек, стрекоз и жуков-водолюбов. У меня же было совершенно особое задание. Однажды мой дядя Александр Алексеевич, узнав, чем я занимаюсь, удовлетворенно сказал, «Угу, значит, ты-то мне и понадобишься». И привез из города банку, наполненную формалином с притертой в пробкой. «Вот чем эту дрянь таскать?» – сказал он мне. «Принеси-ка мне гадюку». Я обомлел. «Какую гадюку? Зачем? Она же ядовитая». «Дурак!» – ответил дядя. «Я поставлю эту гадюку на стол. Ядовитая змея красива, понимаешь?» «Сделаю группу. Гадюка заглатывает лягушку. Все будут смотреть и восхищаться. В общем, принесешь – рубль получишь». Но о гадюке он скоро забыл, увлекшись дачницей. Каждый вечер мы видели, как они выходили из дачного домика, проходили через фигурные ворота и шли к нагелевскому лесу. Собачку с собой не брали. Дядя шел упругой походкой, а она медленно поспевала за ним, откидывая назад голову. Проходя мимо нас, она неизменно улыбалась, махала нам рукой и задорно говорила «Здравствуйте, ребята!» Мы хором отвечали «Здрасте, Катерина Ванна!» А когда они исчезали за воротами, Борька Рыжий пел «Ты куда ее повел, такую молодую?» «Факультет ненужных вещей» Там есть приложение, то есть фрагменты, не вошедшие в сам роман. И вот в этом приложении очень интересные там есть фрагменты, касающиеся Самарии. В том числе, например, истории о том, как во время Первой мировой войны здесь, в Самаре, из зверинца сбежал крокодил. И главный герой романа Зыбин, но, насколько я понимаю, альтер-эго в какой-то степени, конечно, то есть частично совпадает и биография Зыбина с биографией самого Домбровского. Вот альтер-эго Домбровского, находясь на берегу Волги, видит этого самого крокодила где-то там под толщей воды. Но взрослым она об этом не говорит, потому что взрослые все равно не поверили бы. То есть главная, как бы, диалогия Домбровского, Самара присутствует и в той, и в другой книге. В 1925 году, когда произошла та самая или очень похожая на нее любовная история на самарских дачах, юному Юрию Домбровскому было 16 лет. Совсем недавно он жил в Самаре у бабушки и дедушки, а теперь приезжал сюда в гости почти каждое лето. Это здесь он увидел однажды сбежавшего из зоопарка крокодила. Здесь влюбился. И здесь ему было и грустно, и радостно в одно и то же время. А потом будут аресты и тюрьмы. Будут рассказы и романы. Не оконченный державин, в культет ненужных вещей, обезьяна приходят за своим черепом. А еще будет месть тех, кто привык думать, что человек рождается, чтобы жить в страхе. Но мы не будем жить в страхе. Мы будем читать книги Домбровского, и с каждой из них будем становиться свободнее. Да, ядовитые цветы для жаб и змей растут. Пока кипишь и рвешься ты, я молча жду, как пруд. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова